Всем привет! С вами правильная фитнес-тусовка и ее ведущий Коркин Сергей. Сегодня мы вам расскажем, как натренировать не только сильные бицепсы и трицепсы, как в предыдущем видео нам рассказывал об этом Егор. Еще раз познакомлю вас с ним, это координатор тренажерного зала Брайтфит Успенский. Он вам рассказывал, как накачать большие бицепсы и трицепсы. И сегодня он расскажет, как накачать стальные сильные предплечья. Егор, расскажи, как ты это делаешь? Я бы хотел уточнить не только накачать какими-то сгибаниями, разгибаниями и так далее. Какими разгибаниями? Ну, вот такими. Ну, Сергей, как не вам знать, какими разгибаниями, сгибаниями качаются предплечья, а также как увеличить силу хвата. То есть многие люди путают, что значит накачать предплечье, плечевую и укрепить силу хвата. Это совершенно разные вещи. Сегодня мы сделаем и это, и это. И это. Все правильно. Потому что многие задают вопрос, как накачать действительно предплечье, но, наверное, они не понимают. Вот Егор правильно подметил, что они хотят силу, но они спрашивают, как его накачать. Накачка – это не всегда сила. Ну что, Егор, продемонстрируешь свои коронные упражнения? Да. Я думаю, что можно начать, наверное, да? Все, поехали. Первым упражнением на предплечье мы сделаем скручивание на предплечье штанги. Почему я говорю «скручивание»? Потому что мы, в прямом смысле этого слова, будем накручивать с кончиков пальцев до запястья нашу штангу. Так, поехали. А предплечье зафиксировали на скамье, запястья у нас висят. Медленно опускаем, раскатываем гриф до кончиков пальцев. Отсюда мы постепенно скручиваем и, так скажем, заворачиваем в рулет наши пальцы. Медленно опускаем. Снова на выдохе. Опустили. Выдох. Скручиваем максимально сильно, подворачиваем в конце нашей кисти. Можно в конце сделать небольшую задержку. И снова медленно раскручиваем. Выполняем данное упражнение 3 подхода по 10-12 раз. Почему делаем 3 подхода? Потому что эти упражнения мы будем делать после тренировки рук. У нас предплечье также активно работают в тренировке бицепса, трицепса. Поэтому смысла здесь их отдельно убивать не стоит. Можно просто добить их, опять же, вот после тренировки рук. Сейчас мы сделаем то же самое упражнение, только немного в другой вариации, в другом исполнении. Мы сделаем сгибание запястья за спиной. Принцип работы точно такой же. Также мы опустили на пальцы, растянули, сильно подняли вверх, сократили. Медленно вниз, снова сильно вверх. Выдох. Максимально сильно подкручиваем запястье, делаем в конце небольшую задержку. Локти у нас прижаты. Сейчас мы с вами сделаем упражнение, очень похожее на сгибание на бицепс. Но мы сделаем другим хватом. Тем самым мы нагрузим с вами плечевую, плечи-лучевую мышцы. Также работает бронхиалис, но чтобы его немножко отключить, мы уведем очень сильно локоть вперед. И будем практически работать за счет предплечья. Хват у нас примерно на ширине плеч, чуть-чуть поуже. Локоть зафиксировали, обязательно вывели его вперед. Отсюда мы выполняем подъем до верха груди. Локти зафиксированы, медленно опустили. Локоть остается зафиксированным. Выдох, вдох, выдох, вдох. Локоть назад не уводим, локоть у нас впереди остается. Выдох, 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 выдох. Хват можно использовать открытый, также закрытый. Это как вам удобно, если вы в себе очень уверены. Мне лично удобнее делать открытым хватом. Мы также выполняем это упражнение после основной тренировки рук. Также работаем 3 подхода, 10-12 повторений. Ну вот, мы с вами и прокачали наши предплечья. И сейчас мы поговорим о силе хвата. Для этого мне понадобится эспандер кистевой, железный. Более такой брутальный, тяжелый вариант. И любимый вариант Сергея Коркина. Эспандер кистевой, резиновый. И начнем мы с вами с более простого варианта. Его мы используем для разминки, для того, чтобы разогреть наши запястья, наши связки и суставы. Можно сделать буквально 2 подхода на максимальное количество раз. Ну, я думаю, это будет очень много. Давайте ограничимся тогда 20-ю. То есть, кто смог это сделать больше 20-30 раз, может уже спокойно переходить на более сложный вариант. Вы должны не путать то, что мы с вами делали до этого. Это у нас, мы с вами качали предплечья. То есть, увеличивали их в объеме. Делали их красивее. Этот вариант мы используем для развития именно силы. То есть, силы хвата. Если нужно кого-то схватить, или у вас проблемы со становой тягой, а у вас выскальзывает гриф. Вот идеальный вариант, который поможет увеличить силу хвата. Хвата. Ну, а уже вот этот эспандер мы с вами используем для основной работы и отработаем с ним около 5 подходов, не меньше, если вы работаете на развитие силы, по 10-12 повторений. Но он очень-очень-очень тяжелый. Сергей, Сергей, ты где? Я тебя не вижу. А, ребята, вы здесь. И мы забыли упомянуть мой самый любимый, так скажем, тренажер для развития силы хвата. Это расширители для грифа. Их мы будем одевать на гриф, тем самым утолщая наш хват и давая нагрузку на связки, на суставы, на запястье. Принцип расширителя очень простой. Он утолщает в диаметре гриф. Нам теперь потребуется больше усилий, чтобы удержать тот вес, с которым мы работаем, в руках. Тем самым у нас очень сильно грузятся связки и увеличивается сила хвата в том или ином упражнении, которое мы делаем. Сейчас мы сделаем несколько упражнений. Буквально вкратце покажу. Можем выполнять все, что вашей душе угодно. От различных мертвых тяг, опять же, с расширителями, до сгибания на бицепс. Опять же, сейчас у нас работает очень сильно бицепс, но также мне приходится прилагать много усилий, чтобы удерживать гриф в руках. Также различные разгибания на трицепс. В общем, везде, где мы используем с вами хват, где нам нужно что-то держать, там мы можем использовать эти расширители. Ну, Егор, ты могуч. Ты гоняешь стаи клиентов своих. Я думаю, теперь все поймут разницу упражнений вот таких, вот от таких. Все будут понимать, в чем разница тренировки таких мышц. Ну, как ты считаешь, Егор, за какой срок можно добиться укрепления, усиления хвата? Ну, это опять же, все-таки развитие силы связок и суставов, поэтому прям чудес ждать не стоит. Ну, я думаю, в течение полугода можно значительно увеличить свои силовые показатели, вот конкретно в силе хвата. Ну, и что мы вам пожелаем? Напоследок тренируйтесь, занимайтесь спортом. У лучших тренеров брейдфит, у мистеров бицепс брейдфит. До скорых встреч, ребят. Пока. Пока.